Чтобы петь высокие ноты мощно, широко и легко, нам нужно знать базовые принципы постановки голоса вокалистов. А именно, во-первых, петь на опоре, на нашей диафрагме, создавая напряжение в области пресса. Чтобы почувствовать это напряжение, мы можем, вдохнув, извлекать звук С. Вдох. Живот выпячивается, создаем напряжение и извлекаем звук С. Живот медленно начинает втягиваться внутрь, при этом создавая напряжение. Либо, представляем, что мы подзываем киску на звук КС-КС-КС-КС-КС-КС-КС. Пробуем вместе со мной, и вы наверняка почувствуете напряжение в области пресса. О диафрагме и пении на опоре я уже говорила ранее, но кто не успел посмотреть, ссылку на это видео я оставлю в описании под этим роликом. Следующим очень важным базовым принципом постановки голоса является расширение и расслабление вашей гортани. Представьте, что у вас во рту находится горячая картошка. Вам ее нужно проглотить, причем картошка не должна касаться ваших мягких тканей. Насколько широко там нужно все раскрыть? Представьте, что вы зеваете только закрытым ртом. Глотка у вас расширяется, небо мягкое поднимается, челюсть расслаблена, губы сомкнуты. А сейчас вот эти два важных базовых принципа постановки голоса мы объединяем воедино. Ну, во-первых, мы вдыхаем, куда мы дышим? Правильно, мы делаем вдох в живот, создаем там напряжение, берем в рот горячую картошку в состоянии зевка, и вот в такой позиции мы начинаем мычать. Вы должны чувствовать взаимосвязь вашего пресса с вашим голосом. Ну, а сейчас, познакомившись с базовыми принципами постановки голоса, мы узнаем, как петь высокие ноты мощно. На самом деле, все зависит от положения вашей гортани. Мы с вами берем какой-либо звук и пробуем петь его с разным положением гортани. Она может быть у нас опущена и задрана вверх. Например, звук ми на зевке, в состоянии горячей картошки, зевка. Звук ми мы будем петь в состоянии гортани опущенной. В состоянии зевка. Если вы приложите два пальчика к своей гортани, вы почувствуете, на зевке у вас гортань опускается вниз, при этом создавая еще второй подбородок. А сейчас споем то же самое на задранной гортани. Такое плоское, не очень приятное звучание. При этом моя гортань поднялась вверх. Можете попробовать. Внизу. В чем же секрет, как спеть нотки высокие мощно? Очень-очень простой секрет. Дело в том, что высокие ноты нужно спеть на опущенной гортани. Это противоестественно. И гортани будет не очень удобно так петь, потому что в естественном состоянии, чем выше у нас идет нотка, интонация наша, тем выше задирается наша гортань. Это естественно. Но нам нужно сделать противоестественно. На высоких нотах мы поем в состоянии опущенной гортани. Давайте сейчас попробуем. Упражнение хэй. Звук у нас идет прямо через рот. Он не идет через носоглотку. Но ничего страшного, если петь на опоре, на диафрагме, никакого вреда вам это упражнение не принесет. Поэтому продолжаем. В состоянии зевка и на опоре. Можем сейчас сделать хол. Еще. Еще одно упражнение я показываю. Здесь не получится извлекать звук только через рот. Он пойдет через носоглотку в том числе. Яй-яй. На опущенной гортани не забываем состояние зевка, опираясь на наш пресс. Яй-яй-яй. Яй-яй-яй-яй. Спеты ноты на опущенной гортани на диафрагме в состоянии зевка.